На телеканале Юганск новости. Здравствуйте! В студии Нановикова и коротко о главных темах выпуска. В 13 микрорайоне сбит 8-летний мальчик. Ребенок перебегал дорогу в неположенном месте. Не затягиваясь с визитом к врачу. В Нефтьюганске открылось отделение, где будут выявлять предрасположенность к онкологии. До 1 декабря россияне должны оплатить имущественные налоги. Около 200 человек не смогли покинуть пределы страны из-за долгов. 8-летнего ребенка сбили на улице Оржановой. Хотя школьник перебегал дорогу в неположенном месте, по мнению инспектора в ГИБДД, косвенно вина лежит и на взрослых. До пешеходного перехода возле 9-й школы было совсем близко. Однако ребенок решил, видимо, сократить путь и попытался перейти дорогу в 12 микрорайон из 13-го возле 65-го дома. К тому же он выбегал из-за припаркованной машины. В итоге иномарка, которая двигалась со стороны объездной на нефтяников, не смогла избежать наезда. Ребенка с закрытой черепно-мозговой травмой доставили в больницу. Как отмечают инспекторы, косвенной причиной аварии была плохо различимая разметка. Из-за того, что были наледни, она плохо различима. Водитель при движении по полосам, там закругление. Возможно, он бы, если бы разметка была хорошо различима, двигался правее и больше имел возможности увидеть ребенка. О проблемах уборки улиц в связи с выпадением осадков и гололедом говорили сегодня на заседании Комиссии по безопасности дорожного движения. Зимний сезон только начался. Нарекания со стороны инспекторов ГИБДД по качеству уборки уже есть. Об этом говорили сегодня на заседании Комиссии по безопасности дорожного движения. Водители стали меньше уступать дорогу пешеходам. Из-за этого решено положить так называемого лежачего полицейского на переходе у торгового центра «Ксюша». Об этих и других вопросах встречи в материале Натальи Платоновой. Аварий больше не стало. Вот погибших в два раза больше по сравнению с прошлым годом. Всего четыре человека. Участились наезды машин на пешеходов прямо на зебре. Среди причин всех ДТП не только пьяные или лихие водители, но и отсутствие дорожной разметки. В качестве примера последнее происшествие с наездом на мальчика произошло накануне на улице Оржаново. Не разметки. То есть сопутствующий фактор. Понятно, что ребенок виноват. Но тем не менее и мы могли как-то обезопасить этого ребенка. Может и пробежал бы с нарушением, но никто его не сбил. А сейчас у него и зубы выбиты. А с 2011 года мальчик и неизвестно что. Подрядчик по разметке ссылался на особую технологию – холодный пластик. В году слишком мало дней, чтобы ее нанести. К тому же подрядчику возникли вопросы по второму пункту повестки о готовности к уборке дорог в зимний период. В первый серьезный снегопад в начале недели на линию вышло только 12 единиц техники. Сравнили с Няганью. Вроде город в два раза меньше, а вышло 20 машин. Я говорю там Сургут-Вартовск, понятно. У них 20 единиц вышло в день. То есть они маневреннее оказались, и у них дороги чище. У них разметку сейчас видно, а у нас нет. К тому же, согласно проверкам, не вся техника перешла на зимнюю резину. Это дополнительные риски. На предприятии решили выйти с проверкой. Последним вопросом комиссии стало решение установить так называемого лежачего полицейского на пешеходном возле Ксюши. Водители в вечернее время набирают здесь скорость и на зебре зачастую просто не останавливаются. Наталья Платонова, Евгений Трифилов, телерадиокомпания «Юганск». Ранний диагноз позволит полностью излечить болезнь. В Нефтьюганске в рамках национального проекта «Здоровоохранение» открылось первичное онкологическое отделение. Задача за 14 дней определить у пациента заболевание. По статистике, чем быстрее это произойдет, тем больше шансов на дальнейшую здоровую жизнь. Прием в первичном онкологическом отделении ведут три врача. Больнице удалось привлечь дополнительных специалистов. В отдельном кабинете новое оборудование для обследований. Биопсия щитовидной железы, лимфатических узлов под контролем УЗИ аппарата. Также здесь ведется прием онкогинекологических пациентов, где мы проводим кольпоскопию, биопсию шейки матки, соскоб цервикального канала, удаление полипов цервикального канала. На учете у нефтьюганских медиков более 2000 онкологических больных. На первом месте рак молочной железы, на втором – кожи. Третье и четвертое место делят поражения легких и различных отделов желудочно-кишечного тракта. Новое отделение призвано сократить печальную статистику за счет ранней диагностики. Есть заболевания, которые обязательно перейдут в раковые. Есть заболевания, которые могут перейдеть в раковые. И вот именно выявление вот этих рисков, чем мы должны заниматься, на это и направлены все виды диспансеризации профилактических осмотров, какие бы они ни были. Предварительные приустройства на работе, периодические во время работы, диспансеризация определенных груз взрослого населения, диспансеризация пациента, страдающих хроническими заболеваниями – это все направлено для того, чтобы выявить на ранних стадиях. Если есть подозрения на онкологию, пациента отправляют в данное отделение. По новым федеральным стандартам у врачей есть 14 дней на постановку четкого диагноза. Человек, приходя сюда, он сдает все необходимые анализы, проходит все необходимые обследования и дообследования. Затем врач-онколог направляет данные документы. В округе у нас это три базы. Мы относимся к Сургуту, к сургутскому онкодиспансеру. Онкодиспансеру отправляет на так называемый онкоконсилиум для подтверждения и дальнейшей тактики лечения данного пациента, если подтвердится там заболевание. Онкология – это приговор. Такое ошибочное мнение сложилось, поскольку горожане часто затягивают с визитом к врачу, доводя ситуацию до неизлечимых стадий рака. Регулярные медосмотры, а в случае подозрений – немедленный визит к врачу. И, согласно статистике, лечение дает успешный результат. Наталья Платонова, Евгений Трифилов, телерадиокомпания «Юганск». Из 639 выпускников «Нефтьюганска» 507 поступили в вузы нашей страны. Получать высшее образование вчерашние школьники будут в Санкт-Петербурге, Тюмени, в Москве и Екатеринбурге. Но большая часть все-таки поступили в вузы округа. Итоги проведения государственной аттестации за 2019 год подвели на Совете в городской администрации. Для проведения экзаменов в пяти школах были оборудованы пункты. Всего в этом году государственную итоговую аттестацию сдавали 1823 человека. Это учащиеся 9-х и 11-х классов. Для детей с ограниченными возможностями здоровья подготовили специальные пункты и увеличили время сдачи экзаменов на полтора часа. То есть обязательно пандус, поручни, расширенные двери. И нами были подготовлены помещения для организации питания, перерывов на медицинские какие-то процедуры. В этом году семь выпускников получили 100 баллов по русскому языку и химии. Тем самым побили прошлогодний рекорд, увеличив его в два раза. Есть в этом году и один мультибальник. Выпускница пятой школы набрала по 100 баллов по двум предметам русскому языку и химии. Но есть и такие, кто не справился с итоговым испытанием. Один человек в 11-м классе и два в 9-м. Как отмечают медики, в течение последних двух лет дети стали относиться к экзаменам более спокойно. Соответственно, и жалоб на здоровье во время итоговой аттестации стало меньше. Структура обращения максимальная. Это все-таки острая реакция на стресс, вегетативные проявления, головные боли, головокружение. И в этом году это было 39 человек, что составило 67 процентов. Из 639 нефтеюганских школьников 507 поступили в вузы нашей страны. Получать высшее образование они будут в Сургуте, Санкт-Петербурге, Тюмени, Москве и Екатеринбурге. После подведения итогов на встрече обсудили план работы на будущий год. Директор школы номер два обратилась с просьбой о выделении средств на закупку новых камер видеонаблюдения. Те, что установлены сейчас, устарели и выдают картинку не очень хорошего качества. Кроме того, есть и слепые зоны. А их нужно обновить. Цена вопроса 464 тысячи. Мы все посчитали на 20 аудиторий, да. Руководителям школ, а также всем службам и организациям, которые принимали участие в организации проведения итоговых экзаменов, сегодня вручили благодарственные письма заместителя главы нефтеюганска. Мария Сераева, Евгений Трифилов, телерадиокомпания «Юганск». 1 декабря истекает срок уплаты имущественных налогов за 2018 год. До этого времени россияне должны отчитаться за свои квартиры, машины, гаражи и земельные участки. Общей сложности в нефтеюганске и районе 87 тысяч налогоплательщиков, и они перечислят в казну своих муниципалитетов почти 400 миллионов рублей. Большинство жителей совершают одну и ту же ошибку. Ждут, когда информация появится на госуслугах. В действительности на этом портале она будет размещена после 2 декабря, когда ваши налоги превратятся в долг и придется платить еще и пеню, то есть штраф. Если вы не видите на портале государственных услуг никакой информации, то есть не забывайте о том, что текущие начисления, они существуют, и до 1 декабря они на портале государственных услуг не отразятся. То есть они отразятся уже после того, как это будет переведено в категорию задолженности. Многие уже нашли в своих почтовых ящиках письма с суммами налоговых сборов. Актуальная информация также есть в личном кабинете налогоплательщика на сайте ИФНС. А платить без налога можно здесь же, либо воспользоваться услугами банка. Если 1 декабря налогоплательщик не уплачивает имущественные налоги, то уже со следующего дня начисляется пеня. Она считается как 1,03 ставки рефинансирования и, соответственно, умножены на каждый день просрочки. То есть пеня будет считаться до того момента, пока налогоплательщик не уплатит в бюджет ту или иную сумму налога. По имущественным сборам в Нефтьюганске много льготников, чуть ли не половина от всех налогоплательщиков. Это, в частности, многодетные, пенсионеры по старости, инвалиды, студенты-очники. Специалисты подчеркивают, что льгота носит заявительный характер, то есть подтверждать свое право на нее нужно каждый год. Причем до того, как вам начислят налоги. Особенно это касается региональных и местных налогов. Потому что транспорт налог у нас, например, региональный налог, налог на имущество, и земельный налог, местные налоги. И местными решениями Думы, например, могут устанавливаться дополнительные льготы местные, которых тоже необходимо обязательно заявить о них. Если, например, это студенты, обучающие на дневном обучении, их вообще надо заявлять ежегодно. Нефтьюганцы по наблюдениям налоговиков становятся более добросовестными. Вовремя, то есть до 1 декабря, деньги перечисляют 60% жителей. Еще часть делает это с небольшим опозданием перед Новым годом. Однако долг все равно существенный. За 2017 и предшествующие годы он составляет 160 миллионов рублей. С таким контингентом налоговая научилась весьма успешно бороться. Арест именно имущества, он более редкий вариант. А списание со счетов и удержание заработной платы физических лиц, это самые распространенные. То есть у нас, в принципе, 50% идет удержание именно заработной платы через работодателей. Процентов 40 идет удержание именно со счетов физических лиц. Ну и 10% это где-то примерно аресты имущества. В прошлом году у шести человек арестовали имущество. В 18 миллионов рублей списали с банковских счетов. И 180 жителей города и района не смогли выехать за границу только потому, что их долг превысил 10 тысяч рублей. В эту сумму, кстати, входят не только налоги, но и задолженность по ЖКХ штрафом от автоинспекции. Хочу сразу сказать, что невозможно в одну минуту в течение оперативно урегулировать эту ситуацию, оплатить эту сумму денежных средств в аэропорту и тут же выехать. Потому что должно быть закончено исполнительное производство. Для этого должно пройти процедурами на поступление денежных средств в бюджет, зачисление, наверное, коды бюджетной классификации. И только потом это ограничение на выезд будет снято. В местных бюджетах Нефтьюганская района доля имущественного налога составляет от 4 до 6%. Деньги идут нам же. На благоустройство, ремонты дорог, зарплату врачам и учителям, льготный проезд в городском транспорте пенсионерам. Инна Новикова, Денис Ефремов, телерадиокомпания «Юганск». Первое профессиональное учебное заведение Нефтьюганска отмечает полувековой юбилей. Тысячи нефтьюганцев именно здесь учились разрабатывать месторождения, бурить скважины, строить здания и работы с электрооборудованием. Торжества по случаю 50-летия прошли в культурном центре «Юность». Все начиналось с отделения нефтяного техникума Башкирии. И за 50 лет Нефтьюганский индустриальный колледж прошел путь до филиала Югорского государственного университета. У нас впереди миллионы проектов, множество планов и свершений. Но все это возможно только благодаря коллективу. За 50 лет Нефтьюганский индустриальный колледж выпустил больше 8 тысяч новых специалистов. Профессии самые востребованные – от разработки месторождений до бурения скважин. От всей души желаю вам, педагогическому коллективу и студентам колледжа новых успехов, реализации поставленных задач, творческих побед, счастья, здоровья и благополучия. Глава города Нефтьюганска Сергей Юрьевич Тегтяев. И сейчас, действительно, опережая время, вы продолжаете учить новому. Всему новому очень сложно, во-первых, процесс добычи нефти, ну и сейчас все это – переработка, доставка, транспортировка. И тем не менее, благодаря вам мы береги всей планеты. Главные герои праздника – 78 квалифицированных педагогов индустриального колледжа лучшим в честь юбилея вручили награды федерального, регионального и городского уровней. Макеева и Наталья Васильевна. Наталья Платонова, Дмитрий Шестопалов, телерадиокомпания «Юганск». С 25 по 27 октября в «Жемчужине Югры» проходит международный турнир по вольной борьбе на Кубок депутата Окружной думы Владимира Семенова. В рамках турнира проводят мастер-класс для воспитанников отделения вольной борьбы спортшколы «Спартак». Среди участников мастер-класс – воспитанники тренировочных групп и групп спортивной подготовки. Это ребята от 10 лет и старше. Двое из них – победители Уральского федерального округа 2019 года. Фахрудин Шихкеримов и Игорь Овод выступят на международном турнире. Для проведения мастер-класса был приглашен чемпион Европы по вольной борьбе Илья Збекбулатов. В 2017 году он выиграл весь чемпионат, не отдав ни одного балла сопернику. Мастер-класс был организован при поддержке вице-президента Федерации спортивной борьбы России, депутата Окружной думы Владимира Семенова. На этом вся информация. Если у вас есть тема для репортажа и вы готовы рассказать о ней в нашем эфире, звоните 2377-47. Всего доброго. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok